Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске продолжим наши разговоры о седератах. Я расскажу вам об идеальном седерате. Вообще, седераты тема классная, потому что позволяют поддерживать плодородие почвы и использовать остатки удобрений, которые остались после выращивания урожая с толком, не давая им пропасть. Это вещь хорошая. И там эрозию почвы это исключает, и многое-многое оттургое. Но что же делать? Я периодически говорю о темных сторонах. Тоже нельзя все идеализировать. У всех есть темная сторона, и у седератов тоже есть темная сторона. Когда вы высеваете рожь в чистом виде, знайте, что если вы высеваете его после картофеля или после томатов, где был фитофтороз, то вы в значительной степени продлеваете жизнеспособность фитофторы и в значительной степени продлеваете риски, увеличиваете риски заражения вашего урожая на будущий год. Рапс является замечательным хозяином для продолжения жизни, деятельности белокрылки. И горчица тоже самая, и редька масличная, белокрылки, бложки, различных там других вредителей крестоцветных растений. Так что, возможно, капусты и редиса на будущий год вам не видать, если вы вот так их выращиваете. Зерновые являются тот же, например, овес или ячмень или пшеница, являются просто магнитами для привлечения проволочника. Поэтому куда ни ткни, в какой седерат ни ткни, всегда найдется какая-то его темная сторона. Ну как же тогда выбрать седерат? И что же отказаться от седератов? Ничего не сеять, все заасфальтировать? Это, конечно, наивный детский инфантильный подход. Нет, необходимо в обязательном порядке воспользоваться научными знаниями. Ведь наука работает для вас, для пользы людей. Наиболее лучшим способом, это вот идеальный седерат, да, наиболее лучшим способом для использования седератов является создание седеральных смесей. Рожь необходимо сеять вместе с крестоцветным компонентом, например, с рапсом азимым или с урепицей азимой. Еще лучше, если вы туда добавите какую-нибудь азимую вику. В таком случае это будет супер-пупер-бомбическая смесь. К посевам редьки масличной очень хорошо, или там других крестоцветных седератов замечательно добавлять люпин или какой-нибудь еще бобовый компонент, тот же самый горох или ту же чечевицу замечательно добавлять. Буквально к любым седератам очень хорошо добавлять фацелию. Она в основном-то как раз не является хозяином каких-либо болезней или вредителей, которые поражают наши основные сельскохозяйственные культуры. Кроме того, очень хорошо добавлять гречиху. Она является таким отпугивающим на многих вредителей действием, обладает. Поэтому те же крестоцветные седераты можно совмещать с гречихой. Очень хорошей добавочкой является лен, потому что своими корнями и в семенах он содержит цианогенные гликозиды, которые губительно воздействуют на проволочника и других почвенных вредителей. То есть любые смеси, то есть два компонента, три компонента являются лучше, чем монокультура. И как только вы смешали ни однородное, ни одного семейства седераты, например, горох с горчицей, рожь с рапсом, добавили туда еще лен или фацелию, и обязательно какой-то бобовый компонент, знайте, что вы создали фактически идеальный седерат. Ну и, конечно, клевер мясокрасный туда же, про него тоже нельзя забывать. Ежели вы хотите сеять только монокультуры, то отдайте предпочтение фацелии, гречихе, клеверу, если вы хотите однолетку, то мясокрасному. Ну и, пожалуй, все, потому что горох может повреждаться мучнистой очень сильно, ну разве что Вика, Вика еще очень хорошо работает тоже в монокультуре. Но еще раз, любая не монокультура является гораздо лучше, чем монокультура. А три компонента дают вам идеальный седерат. Что ж, вооружились знаниями, вперед к повышению плодородия почвы. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!